Дорогие братья и сестры, в молитве Отче наш мы говорим такие слова. Не веди нас во искушение. Но апостол Иаков говорит, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Как это понятно? Мы просим Господи не веди нас во искушение, а апостол принимайте с радостью, когда вам встречается в жизни различные искушения. Братья и сестры, это означает то, что искушение это испытание нашей веры и любви к Богу. И вот этими испытаниями, чем и больше, тем и наша душа как бы укрепляется и веру и любви к Богу. Чем больше ученик сидит над задачками, тем лучше потом он их решает. Чем больше он занимается, тем лучше он знает экзамен. А когда мы обращаемся и просим, не веди воли в искушение, это мы просим, чтобы эти экзамены духовные мы сдали на отлично. Чтобы мы их не проиграли. Чтобы мы не согрешили испытания. Чтобы мы не отступили в трудные моменты жизни от Бога. Чтобы мы остались верны Богу и Его любви. Каждую секунду нашей жизни. Даже в самую трудную, самую невыносимую. Не возрабатывали. Не отпали в грех, плод, восхождение, удовольствие, слебролюбие, гнев, ярость, зависть. Вот в этой страсти и похоть не впали в эти сети лукавок, которые Он нам расставляет. Но остались верны Господу Богу. Поэтому все испытания, которые встречаются человеку в его жизни, промыслительны и полезны для нас. Поэтому апостол Иаков и говорит дальше в своих словах. «Потому что испытанная вера, искушенная вера, испытанная, дороже чистого золота, дороже всего на свете чистая совесть и испытанная, укрепленная вера и любовь». Поэтому, братья и сестры, это действительно нужно вымолить такой дар Бога. Вымолить. Радоваться испытаниям и искушениям. Радоваться скорбям. Радоваться, когда Господь ждет от нас твердого ответа, твердой решимости, твердой верности во всей ситуации жизни. Радоваться, когда трудности к нам приходят. Преподобная Арсения, матушка, говорила такие слова, что все эти искушения, испытания, трудности и скорби, как бы нам из рая посылаются. Это дары рая. В каком это смысле? В том смысле, что если мы окажемся верны, если мы радуемся этим дарам, этим обстоятельствам жизни, то мы достигаем рая и царства небес. Итак, нужно научиться радоваться всем трудностям и всем испытаниям и искушениям, которые нам посылаются или от людей, или от лукавок, или даже от Господа Бога. Некоторые могут сказать, что Бог никого не искушает. Так написано действительно в словах апостольских, что Бог никого не искушает. В искушениях не говорит, что Бог искушает меня, потому что все искушаются собственной похоть. Но, братья и сестры, в Библии есть интересный момент. В книге Бытие, во 22 главе говорится, что Бог искушал Авраама, когда сказал ему, принеси в жертву сына твоего Исаак. И так, братья и сестры, еще и в некоторых местах говорится, что Бог искушал народ свой, оставив язычников, ханыян, жить вместе с ним. И в еще некоторых местах, также в Салон-Певе стоит, говорит, что Боже, искуси меня и виждь. То есть, опять-таки, есть места в этом писании, что и Бог искушал. То есть, допускал такие ситуации, такие обстоятельства в жизни, чтобы испыталась наша вера. И в Салон-Певе даже молится об этом. Боже, искуси меня и виждь. Мы, братья и сестры, можем ли просить искушений, скорбей? Можем ли мы себе просить трудностей в жизни? Молодушие наше, маловерие и слабость нашей веры, любви и надежды на Бога не дает нам этого сделать. Но некоторые святые отцы молились даже и об этом. Например, Порфириков Соколик просил себе болезнь онкологии. Старец Ефрем Ватопецкий просил испытаний, скорбей, искушений. Потому что, говорит, я вижу, как во времена испытаний и искушений я укрепляюсь в духах. И после этих испытаний моя вера становится намного сильнее. Моя вера становится намного пламеннее и больше любви Бога. Я вижу, какой плод я получаю потом, претерпев этот период искушения. Я вижу, что он намного лучше терпит искушения и скорбей, чем пребывать в лености, в нерадении, когда все хорошо, все приятно и все удобно. Поэтому, братья и сестры, и молились святые, прося себе этих испытаний и искушений. Это, братья и сестры, многим непостижимо. Как это так может быть? Но человек верующий, не просто который рассудком думает, а верующий человек понимает, что испытанная вера лучше, чем просто рассудочная вера. Вера, которая закалилась в скорбях и искушениях. И поэтому он даже и радуется таким скорбям и искушениям. Поэтому, братья и сестры, даже не важно, откуда приходят испытания и искушения. Все христиане испытываются и искушаются. Сам Господь Иисус Христос был искушаем в пустыне дьявола. Он был искушаем. Тем более, лукавый будет искушать и каждого из нас теми же самыми искушениями, которые он предлагал Христу. Это власть, это деньги, это слава, это накормить все через его воде и так дальше. И сейчас, братья и сестры, дьявол предлагает и всем христианам, кому земные радости и удовольствия, кому деньги и власть, кому предлагают славу человеческую. И каждый ловится за то место, за той страстью, где у него самое слабое звено. Кто-то поймался на чилуго, и на алкоголизме, на объедении, на лакомствах. Кто-то поймался на сребролюбии, воровстве, обманах, побольше и получше жить. Кто-то любит власть, деньги. Кто-то, братья и сестры, любит славу человеческую. Отказался от всех удовольствий мира сего. Кто-то отказался от богатства, от власти, только одному ему подавать. Аплодисменты ему нужны. Ему нужно человеческое внимание, человеческое, как вы скажете, прославление, похвала. Ради этого он и живет, и действует, и думает. Где, как, чтобы ему поставили, так сказать, лайки, чтобы его любили, его прославляли. Ради этого он и думает, и движется. И так, братья и сестры, мы не должны на этом все цепляться. Мы должны отвернуть все эти искушения и соблазны дьяволу. Остаться верными. Братья и сестры, не будем бояться искушений, но будем молиться. Отче Небесный, не веди его искушения, но избавь нас от рукава. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова